Всех приветствую на своем канале. У меня для вас очередной диетический рецепт. И этот рецепт будет постным. И приготовлю я сегодня рулеты из кабачка с картофельной начинкой. Список всех ингредиентов я дам в описании к этому видео. Меня просили приготовить постные блюда, поскольку постов в православном календаре очень много. При этом есть люди, которые не употребляют животную пищу, вегетарианцы. И вот это блюдо полностью из овощей абсолютно подойдет для такого питания. Возьму небольшую луковицу или половинку, или даже четвертинку. Лука много не надо. Нарежу мелким кубиком. Лук это необязательный ингредиент. Я добавлю его для аромата. Залью кипятком, чтобы он был не такой острый. Отправляю лук в глубокую посуду. Заливаю крутым кипятком. Убираю лук в сторону. А теперь займусь кабачком. Нужно обрезать у него края. И нарезать тонкими слайсами. Лучше брать молодой кабачок. Он вкуснее, нежнее. И в нем маленькие семена. Миллиметра по 2-3 толщиной слайсы должны получиться вот такие. Картофель нарезаю на небольшие кусочки. Заливаю водой и ставлю отвариваться. Картофель немного подсолю. Накрою крышкой и буду варить до готовности, пока картофель не станет мягким. Кабачки нужно немного размягчить, чтобы они легче скручивались в рулет. Сделать это можно несколькими способами. Можно запечь в духовке. Можно приготовить на пару. Можно приготовить на сковороде. Я покажу, как это сделать на сковороде. Ставлю сковороду на средний огонь. Отправляю туда нарезанные кабачки. Накрываю крышкой и буду тушить, пока кабачки не станут мягкими. Примерно 5-7 минут. Переворачиваем периодически. Вот этот уже мягкий. Если вы видите, что кабачки начинают поджариваться, просто добавьте чуть-чуть воды и продолжайте тушить под крышкой. Укроп мелко нарежу. Большинство приправ диетой запрещено, но в блюдо можно добавлять небольшое количество зелени. Петрушка, кинза, укроп, базилик. Все это добавляет аромата и делает блюдо не таким скучным. Готовые кабачки достаю из сковороды. А в сковороду отправляю новую партию. Добавлю немного воды и буду тушить под крышкой. Кабачки не должны приготовиться полностью, а то они будут разваливаться. Они должны сохранить такую упругость. Кабачок уже термически обработан, он будет легче усваиваться организмом, но при этом он сохранит больше витаминов и полезных веществ. И лично мне такая консистенция очень нравится. Мне не нравятся переваренные кабачки, которые превращаются в кашу. Из лука я воду слил, отправляю его в сковороду, в которой я тушил кабачки. Добавлю немного воды и буду тушить его под крышкой, пока он не станет мягким. Воды для лука не жалейте, даже когда он приготовится. Если останется жидкость, она попадет в картофель и добавит ему аромат. Картофель сварился, сливаю воду, добавляю в картофель немного подсолнечного масла, нарезанный укроп и вот так вот хорошо сболтаю. Картофель немножко разобьется, пропитается маслом. Пока картофель горячий, разминаю его. Это будет давленый картофель. Отправляю лук вместе с жидкостью в картофель. Тщательно перемешиваю. Такая достаточно густая, плотная. Нам это и нужно. Кабачок сочный, мягкий. В сочетании получится отличная консистенция. Беру небольшое количество картофельной начинки, укладываю вот так вот, чуть-чуть размазываю на кабачок и аккуратно закручиваю. Вот. Если начинка остается, ничего страшного. Это отличное картофельное пюре, которое можно использовать как гарнир. Выглядит очень красиво, а это немаловажно для диетического питания. Диетические блюда должны выглядеть так, чтобы их хотелось есть. Вызывать нормальный аппетит и желание употреблять диетическую пищу. Ну, мягенький очень. То, что нужно. Признаю честно, это блюдо превзошло мои ожидания. Оно получилось гораздо вкуснее, чем я предполагал. Сочный, нежный кабачок и давленый картофель с укропом и небольшим количеством лука. Замечательное сочетание. Очень вкусно, полезно и постно. С удовольствием делюсь с вами этим блюдом. Это отличная закуска. Я надеюсь, она вам тоже понравится. И в заключение хотелось бы сказать пару слов об изменениях на моем канале. Меня просят люди, чтобы я сделал категории рецептов. Блюда с рыбой, блюда с мясом, закуски, салаты и так далее. Чтобы можно было легко найти нужное блюдо, которое вы смогли бы приготовить для вашего диетического питания. И кроме того, когда выйдет книга, она будет соответствовать этим разделам на моем канале. И если рецепт какой-то будет непонятен, можно будет зайти на канал, открыть нужный рецепт и посмотреть, как его готовить. Собственно, для этого и нужна вот эта навигация, для того, чтобы легче было найти нужный рецепт. Поэтому какие-то рецепты я уже выкладывал в общих обзорах, в обзорах меню, диеты для стола номер 5. Прошу с пониманием отнестись к тому, что будут какие-то повторения в рецептах. Я это делаю для того, чтобы и вновь прибывшие подписчики смогли легко ориентироваться на моем канале и выбрать подходящее для себя блюдо. Всем огромное спасибо за внимание, будьте здоровы, будьте счастливы, счастья вам и вашим семьям, вашим близким, родным. Всего вам самого наилучшего. Спасибо, что вы поддерживаете меня. Всем крепкого здоровья и успехов!